СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ Так, за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей он обещал им оказать содействие в отборе в качестве поставщиков рекламных услуг и заключении соответствующих договоров. При этом в силу занимаемой должности такое содействие он не мог оказать и не собирался, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Всего таким образом торговому представителю на банковскую карту было перечислено 560 тысяч рублей. В сентябре 2022 года подсудимый был переведен на должность начальника отдела маркетинга и сбыта в этой же организации и в силу своего служебного положения уже мог оказать содействие в постоянном заказе рекламных услуг этих же поставщиков, продолжая получать от них денежные средства вплоть до мая прошлого года. Таким образом, он незаконно получил от трех предпринимателей 102 тысячи рублей. Суд назначил мужчине штраф 1 миллион 600 тысяч рублей, а также арестовал его автомобиль. Ленинский суд вынес приговор бывшей сотрудницы полиции за махинацию с подотчетными деньгами. В 2017 году женщина в течение полугода находилась в служебной командировке в Республике Узбекистан. Для оплаты расходов и проживания она получила более полутора миллионов рублей. По возвращении с командировки сотрудница в бухгалтерию предоставила липовые документы. Это позволило ей положить себе в карман 886 тысяч рублей. С учетом наличия смягчающих наказаний и обстоятельств, в том числе принятия мер к возмещению ущерба, суд назначил виновные наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, с лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах на два года. В Ковылкино мужчина, виновник аварии, понесет наказание за ДТП с пострадавшим. Столкновение двух легковушек произошло вечером 5 ноября прошлого года. Водитель Hyundai, поворачивая, не убедился в безопасности маневра. В итоге врезался в ехавший во встречном направлении автомобиль. В результате ДТП пострадал пассажир Лады, который с различными травмами был госпитализирован в районную больницу. В проведенной экспертизе установлено, что пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В Темниковском районе два друга украли дорогую акустику. Преступление они совершили днем 14 ноября прошлого года. Узнав, что в одном из частных домов райцентра находится музыкальная аппаратура, они на машине добрались к нужному объекту. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они сломали раму, разбили стекла и, зная о том, что в помещении никого нет, один из них пролез в оконный проем. Обнаружив в комнате двое акустические системы и два сабвуфера общей стоимостью, 211 тысяч рублей он передал их через окно подельнику. После чего похищенные они погрузили в автомобиль и скрылись с места преступления. После оборудования они спрятали в разных местах, но вскоре студентов задержали оперативники уголовного розыска. Теперь воришек ждет суд. Четыре мешка с марихуаной. Такие запасы хранил у себя в сарае 43-летний житель Ковылкинского района. 11 января в ходе проводимых мероприятий оперативниками ОНК регионального МВД была получена информация о возможном хранении жителям деревни Новая Лельева запрещенных веществ. Во время обыска в сарае мужчины полицейские обнаружили запасы марихуаны общим весом 1,360 кг. Мужчина признался, что нарвал зелье на заброшенном поле прошлой осенью, после чего высушил и спрятал для личного потребления. На мужчину завели уголовное дело. Житель Саранска лишился полутора миллионов рублей, покупая снегоход. Найдя в интернете соответствующее объявление, он договорился с продавцом о сделке. Перевел на счет неизвестного почти полтора миллиона рублей и стал ждать доставку снегохода. Но покупку так и не доставили, а продавец перестал выходить на связь. МВД Республики Мордовия напоминает, при покупке и продаже в сеть интернет не следует вносить предоплату за товар, а также называть полные учетные данные банковской карты для перечисления денежных средств. Восемь кошек погибли на пожаре в Розаевке. Возгорание произошло 27 февраля в одной из квартир дома, номер 6, на улице Тухачевского. Первый запах дыма почувствовала соседка и вызвала пожарных. Когда спасатели зашли в квартиру, внутри горела кровать и потолок. Хозяина не было, но были восемь кошек, которые погибли из-за едкого дыма расплавленного пластика. Оказалось, что мужчина оставил включенным электрообогреватель. Кошки задели его, а топительный прибор упал на постельное белье, которое начало тлеть от высокой температуры. Огонь охватил кровать и по стене дошел до потолка. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Полиция разыскивает Алукаева Айрата Ринатовича 1987 года рождения. Мужчину подозревают в краже. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Алукаева, сообщите по телефону 8, код города 834-2, 2977-88, 2977-61 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова